МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня четверг, 15 февраля. Мы вновь желаем вам доброго утра. Мы это Светлана Звонарева. И Влад Портнов. Ну что ж, очередное февральское утро, приближающее нас к весне, наступило. Продолжается Масленица, и сегодня широкий четверг. Четверг или Разгуляй. В соревну этот день никто не работал, лишь люди объедались блинами, ну и пели, играли, катались на санях. Да, вернуть бы это время. Ну что ж, на санях не обещаем покататься, а вот рецепт оригинальных блинов точно будет. Полноценная ли это альтернатива? Плюсы и минусы домашнего обучения. Забери меня, мама. Маленький Дамир ждет новую семью. Красиво, празднично и весело. Как приготовить оригинальные блины с шоколадной пастой? Ну, прежде чем будем говорить про праздники, про Масленицу, мы бы хотели начать с очень серьезной темы. С истории одной казанской семьи, которая решила забрать своего ребенка из школы. Ну, а потом в студии гость. Поговорим о том, почему в школе наши дети получают не только знания. История семейного обучения в семье Гелязовых началась с того, что старший сын Самат пришел из школы и на вопрос мамы, что сегодня проходили, ответил. Сегодня три, завтра пять. Гульнас-мама троих детей попробовала спросить его еще раз, но все окончилось слезами. Тогда женщина поняла, ребенок зациклен лишь на оценках, а не на знаниях. Скоро родители решили, что мальчик будет учиться дома. Семейное образование для меня – это свобода, это жизнь без рамок. И, конечно, сложно было решиться, потому что мы понимаем всю ответственность, когда родители, педагоги, когда мы сами отвечаем за знания ребенка. Все исходит от ребенка, от его желаний. Вот как он сегодня проснулся, что ему сегодня хочется, вот тем мы и занимаемся. И поэтому я вижу, что знания на основе интереса, они как-то более глубже усваиваются. Математика, русский, изолитература, а для английского отдельный день. Приходит репетитор. Все предметы школьной программы только преподает теперь мама. Они соблюдают режим дня, занимаются в отдельной комнате, успевают ходить на экскурсии, посещают кружки и бассейн. Иногда мама позволяет самату ничего не делать. Это тоже очень полезно. Ежегодно мы сдаем аттестацию. Это может быть либо онлайн-тест, либо очное посещение в школе. Они проходят в течение недели-двух. Ребенок приходит и сдает каждый предмет отдельно. У нас нет этих, скажем так, разборок с ребенком постоянно, что мама, я не хочу, мама, я не буду, мама, можно я не пойду в школу. У него появился интерес к учебе. Меня это радует, что тихонечко, маленькими шагами, пусть медленно, но мы идем к тому, что ребенок сам хочет получать знания. Вопрос образования действительно стоит очень остро у многих родителей. Если и вы решили забрать ребенка из школы, то стоит подумать все до мелочей. Хватит ли ваших знаний, чтобы заменить всех учителей? Сможете ли вы оплачивать услуги репетиторов? И главное, располагаете ли вы временем, чтобы устроить школу на дому? Итак, еще раз здравствуйте. В нашей студии гости. Это Людмила Невостроева, медицинский психолог Республиканской клинической и психиатрической больницы имени Бехтерева. Людмила Михайловна, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Людмила Михайловна, вот как мы видели, что зачастую родители по разным причинам забирают детей из школы, но вот как основной выдвигают такое, то что вот, ну, конфликтные ситуации. Ну или даже если не забирают, да, то в принципе случаются такие конфликтные ситуации. Как понять, что ребенку в школе некомфортно? Ну, самое первое, это вот возрастные кризисы у детей бывают. Самый возрастной кризис – это 7 лет. Мы отдаем ребенку в первый класс. То есть сразу получается вот… Ну, кризис, да. Пришел и кризис. Да, ну, кризис, но это зависит еще от воспитания. Некоторые кризисы не замечают в некоторых семьях. Растет ребеночек, растет, все ровненько, все у него хорошо. Ну, и вот если… Как вот заметить ребенка? Во-первых, сегодня в школу не пойду, я устал. Самая первая реплика. Вторая там – мне плохо. Приходит из школы, начинает плакать без причины. Ну, это маленькие дети. Там замыкаются. Это ведь еще период привыкания, может быть, есть адаптация. Ну, тут период адаптации в первом классе. А вот в начальной школе до пятого класса что-то ходил с желанием, а теперь уже перестал. Желание у него какое-то такое пространное. То есть я хочу, не хочу. Уроки учить, еле-еле учить. Тут тоже можно факторы смотреть. Успешный, неуспешный. И еще зависит от воспитания. Если мы захвалили ребенка, то у нас самый лучший, самый гениальных. А там гениальных еще 25 человек. И все хотят быть гениальными. Вот тут тоже может быть конфликт. Меня не заметили. На меня не обратили внимания. Не похвалили. Не похвалили лишний раз. Тут тоже может быть причина, потому что я не пошел. Либо межличесные отношения какие-то у детей. Ну а сразу ли... Да, родители вот в такой ситуации. Сразу стоит бить тревогу. Или подождать. Потому что капризы, какие-то вот фразы типа «я устал, не хочу» такое бывает, наверное, у каждого. Часто, да. И каждый раз забирать ребенка из школы, переводить в другой, не вариант. Спустя какое время нужно думать, что уже что-то не то? Ну, во-первых, родителям сразу надо быть очень внимательными. Принимать участие в жизни школы. Почаще заходить в школу, спрашивать учителя. Не по телефону, естественно. А просто прийти и сказать, что у меня ребенок без желания уходит. Может, он что-то не понимает. Может, ему что-то сложно. Учитель в это время может подсказать. У нас очень принято у родителей вставать в амбиции, обзывать учителя и некорректно относиться к учителю дома. За глаза. Говорить об учителе всякие гадости. Ребенок это слышит. И уже авторитет учителя упал. Чтобы учитель не требовал, тут уже в любом случае для ребенка это не авторитет. Мама моя лучше. А вы все там можете мне не указывать. Тогда советы какие? Что делать? Как быть? Вмешиваться в конфликт? Не вмешиваться. В конфликт, конечно, в любом случае нужно вмешиваться. Но не так, как два у нас папы в школе разодрались. На следующий день дети помирились, а папы врагами остались до пятого класса. Вот этого, конечно, не нужно делать. Нужно подойти к учителю, поговорить, что вот с моим ребенком. Может быть, действительно, ребенок мой виноват, а не все те дети, которые вокруг находятся. Может, он конфликтный, может быть, что-то мы недопоняли. И вот когда это выяснится, войти на компромисс. Учитель там более внимательно относится. Потому что в начальной школе очень внимательно относятся. Это в старшем звене. Сложнее учителя увидеть какие-то конфликтные ситуации, замечают, но в силу своей занятости порой проходят мимо. И вот если действительно это как-то вот они коллегиально решили, выяснили, понаблюдали за ребенком, дали ему возможность адаптироваться. И дети, которые у нас не умеют общаться, они не адаптируются в школе. И ведь период адаптации полгода проходит. А мы думаем, за один день сходил, две недели, все, уже он привык. Это вот этот момент. Старшие классы, тут, конечно, более серьезные. Есть дети у нас из ГОИ. Ребенок не научился, и порой родители меняют одну школу, вторую, третью, а проблема-то та же самая. И в той школе его обижает, и в другой. Тут нужно работать с ребенком, конечно. А вот вообще самый агрессивный возраст? Ну, агрессивный, самый агрессивный, самый сложный. Все вот мы говорим, эти кризисы, там, год, три года, семь лет, 12-14, 15-17. На самом деле, в некоторых семьях это проходит, они даже этого не замечают. То есть потому что родители занимаются воспитанием, потому что они с детьми разговаривают, потому что они их понимают, этих детей, их проблемы, и как-то становятся им друзьями. Но все сваливать на этот кризис, агрессивный кризис, там, какой-то там. Переходный возраст, как вы это говорите, перебеситься, успокоиться. Этого не нужно делать. Во-первых, если действительно, ну, самый такой агрессивный, скорее всего, это зависит тоже от темперамента. Если он холерик, он быстрый, стремительный, ему надо все быстро делать, он живет эмоциями, чувствами, и он очень вспыльчивый, и порой бывает, не подумав, кого-то обидел. То есть тут нужно корректировать поведение ребенка, и самого ребенка, и решать конфликты в классе. Если они не разрешены, тогда уже вот в старших классах приходят с синяками, порванной рубашкой и так далее. Да, вот, кстати, стоит ли родителям вмешиваться в детские конфликты? Обязательно нужно. Ну, не так, чтобы разборки. Не подойти уши надрать, скажем так. Нет, этого не нужно. Людмила Михайловна, ну, самый главный итог, который мы должны сделать, наверное, для себя, и для всех родителей, нужно заниматься детьми. Быть внимательным. Быть внимательным. 21 век, когда все работают, все стараются заработать и забывают о том, что с детьми нужно проводить время, общаться, разговаривать. И любить их. И любить их. Вот отличная мысль. Это обязательно, да. На этом мы вас благодарим. Спасибо большое за советы. Будем надеяться, что если какие-то проблемы с детьми есть, то они разрешатся с помощью диалога, любви и контакта. Сейчас небольшая реклама, после этого мы продолжим. И снова здравствуйте. Сейчас время узнать, что же нашептали нам звезды. Итак, овны, жажда новизны будет сопровождать вас всю первую половину дня, но к вечеру сменятся более практичными и приземленными мыслями. Обратите внимание на текущие материальные дела. Тельцы, утром подумайте о том, кто рядом с вами. На утро, после 14 февраля. Возможно, вам не стоит разорвать контакт с людьми, даже если между вами есть трения и разногласия. Вторая половина дня направляет внимание тельцов на их собственные дела, заставляет использовать имеющиеся связи в личных целях. Близнецы, будьте готовы проявить осторожность, скрытность, дальновидность, находчивость, бережливость. Разговаривать о денежных делах лучше в приватной обстановке. Раки. Важные начинания рекомендуется перенести на вторую половину дня. В это время суток у вас появится целый ряд новых возможностей, которые следует тщательно рассмотреть со всех сторон. Лев. Возможно, ухудшение самочувствия. В процессе работы не исключаются недоразумения. могут стать неизбежностью контакта с ненадежными людьми. Сегодня львы, будьте особенно внимательны. Девы. Вторая половина дня станет удачнее первой. Именно вечер вернет вам деловитость и уверенность. Например, вы сможете укрепить полезные связи, лучше сориентироваться в обстановке. Ну а мы продолжаем и сейчас в нашей программе постоянная рубрика о детях, которым очень нужна семья. Доброе утро! Сегодня мы в гостях в доме ребенка номер один города Казани. Здесь пока еще живет маленькое чудо и зовут его Дамир. Ему всего лишь три года. Он очень активный и способный малыш. Но, как и у любого ребенка, у него должна быть своя семья. О его жизни и интересах расскажет нам сегодня его воспитателем. Смотрите. Туда, Дамир очень любит трудиться и помогает воспитателям убирать посуду. Интересуется разными игрушками, но больше всего любит музыкальные. Мальчик любознательный, доброжелательный, активный, любит поиграть, нравится ему кататься на машинках, предпочитает шумные, подвижные игры. Он общителен, легко идет на контакт с детьми, на занятиях с педагогом настроен позитивно. Ему нравится, когда его хвалят. Ему очень интересно рисовать, любит рисовать, хотя у него еще пока не получается здорово, но он очень-очень старается. Также ему нравится собирать пирамидки, расставлять кубики, любит раскладывать картинки. Дамир не сразу идет на контакт с незнакомыми взрослыми. Он очень осторожен в новой обстановке, зато на занятиях проявляет себя полностью. Речь стадии формирования, требует коррекции. С ним занимается учитель-дефектолог, педагог-психолог, массаж. Благодаря совместной слаженной работе мы достигли вот таких результатов. Мы стараемся развивать его мелкую моторику. На занятиях он очень активный, старается все выполнять. Дамир очень интересный компаньон, и с ним никогда не скучно. Он участвует в диалоге, и с ним очень интересно играть. Мы надеемся, что скоро у Дамира появится и мама, и папа, и он станет самым счастливым ребенком на свете. У него появится семья. Телеканал ТНВ, программа «Здравствуйте», магазин «Тришуру», подарит Дамиру вот такой вот подарок. Мы надеемся, что у него скоро появится своя семья, которая подарит ему любовь, заботу и поможет справиться со всеми трудностями. Для будущих родителей Дамира телефон указан на экране. Мама, забери меня домой, я хочу поем с тобой просидеть до ночи. Друзья, будем надеяться, что в ближайшее время на планете станет на одного счастливого человека больше. Ну а теперь к другой теме. Датские и норвежские ученые в процессе исследования выяснили, что даже спустя годы после похудения вас могут подстерегать приступы голода, приводящие к перееданию. В исследовании принимали участие 35 мужчин и женщин с тяжелой формой ожирения. В течение двух лет они сидели на строгой диете, занимались в спортзале и проходили психотерапию. Через месяц с начала программы чувство насыщения после еды участников не изменилось, но уже спустя год произошли изменения. После еды люди начали чувствовать себя менее сытыми. Через два года этот эффект стал еще более выраженным. Ну то есть опять не наедаются. Исследователи установили, что в процессе избавления от лишних килограммов уровни гормонов сытости и голода в крови участников постоянно росли. Однако гормон голода значительно опережал в своем росте гормон сытости. Но скажем проще, у нас сейчас рубрика приятных аппетитов и как мы обещали рецепт оригинальных блинчиков. Для приготовления блинчиков с шоколадной пастой возьмите полтора стакана муки, стакан молока, одно яйцо, четыре столовые ложки сахара, пол чайной ложки ванилина, одну чайную ложку разрыхлителя и сто граммов шоколадной пасты. Сформируйте на пергаменте блинчики из пасты и поместите в холодильник до застывания. В просеянную муку добавьте все ингредиенты. Замесите тесто. Вылейте его на разогретую сковороду. Сверху выложите блинчики из шоколадной пасты. Залейте тестом и обжарьте с каждой стороны. Приятного аппетита и вкусной вам масленицы. Но эта тема блинов, по-моему, актуальна. Не то, что, по-моему, актуальна будет точно целую неделю. Но я думаю, вообще всегда, потому что блины отличные завтра. Полезно и вкусно. По-моему, за рубежом блины называются не блины, а панкейки. Они чуть-чуть потолще. Это все, что я знаю о кулинарии за рубежом. Да, да, да. Но зато мы знаем, что учить английский это полезно. Как? Какие полезные советы? Сейчас вы увидите. Чем увлечь ребенка? Этот вопрос рано или поздно возникает у каждого родителя. К примеру, можно выбрать кружок, урок музыки, хореографию или рисование. А что, если еще до школы начать изучать иностранный язык? Английский. Занятия проходят в основном и в игровом форме. Я пытаюсь особенно убирать нагрузки, которые у детей есть в школе, в нормальных школах занятиях. Они приходят в основном общаться с друг с другом. И пока они общаются, используют слова, которые они уже знают, у них набираются разговорные навыки и стеснение разговаривать на английском уменьшаются. Благодаря таким урокам ребенок не только будет развивать свои лингвистические навыки, он приобретет такие качества, как самодисциплина, организация работы, научится концентрировать внимание и улучшить память. Используют уже давно принятые методики в Канаде и в Штатах, где дают детям более дипломатический способ развития, чтобы они могли развивать самостоятельно, а преподаватели просто им направляют и исправляют сам туда, куда им надо. Многие уже знают, что английский язык самый известный популярный язык во всем мире. из опытов и тоже много говорят, что знания с большинства работы, современной работы, которые сейчас принимают людей, принимаются с знанием английского языка. Педагоги уверены, начинать обучение следует в период с 3 до 5 лет. В этом возрасте ребенок начинает проявлять активный интерес ко всему новому, в том числе и языкам. Хочет разучивать детские песни на английском языке и играть в обучающие игры. Мы играем и так учимся. И мне понравилось то, что за правильные работы нам дают стикеры. Мы тут говорим по-английски и еще если кто-то будет говорить по-русски, то сразу черточка. По-русски не разговариваем, учим английский, смекалку разрабатываем. Здесь много детей, то, что тут мы играли, учились на английском разговаривать. Мне понравилось больше всего смотреть мультики и всегда говорить на английском. «Носитель»! 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 Говорите по-русски, по-татарски, по-английски, по-испански, по-французски. В общем, кто что знает, говорите, дети все усвоят. Будет здорово и полезно. Ну, а наша следующая полезная рубрика о женской красоте и здоровье смотрим. У каждой девушки есть свои секреты красоты. В сегодняшнем ролике мы решили поделиться пятью универсальными советами, которые помогают решать самые разные проблемы, чтобы вы были идеальны до кончиков ногтей. Совет номер один. Используйте термальную воду. Древние римляне первыми обнаружили термальные источники. Они пролегают глубже минеральных, поэтому чище, а содержание полезных микроэлементов в них выше. Сегодня термальная вода есть в косметичке многих девушек, и это не странно, ведь с ее помощью можно освежить лицо, дополнительно увлажнить кожу и продлить стойкость макияжа. Наши секреты. Нанесите термальную воду на лицо, распыляя ее на расстоянии 10-15 сантиметров, но не оставляйте до полного высыхания. Уберите остатки воды бумажной салфеткой или полотенцем. Совет номер два. Регулярно делайте гимнастику для глаз. Такие упражнения не только помогут вам сохранить взоркий взгляд, но и поддерживают упругость кожи век. Совет номер три. Для гладкости и мягкости ножек используйте увлажняющий крем на ночь. Нанесите его толстым слоем без интенсивного втирания. Наденьте мягкие носочки. Процедуру можно делать каждый день. Совет номер четыре. Если вы хотите, чтобы ваши волосы дольше оставались свежими, сразу после мытья ополаскивайте их водным раствором с ментоловым маслом. Раствор готовится из расчета две-три капли масла на один литр воды. Заменить ментоловое масло можно также настоем из отвара свежих листьев мяты. Совет номер пять. Очень полезно промывать глаза отваром из ромашки, особенно если вы много работаете за компьютером или делаете любую другую работу, где глаза постоянно в напряжении. Ромашка поможет снять усталость и избавит от мелких покраснений, делая ваш взгляд выразительнее. Чем хороши зимние дни, ну и вечера, так и тем, что можно остаться дома и в тепле, в уюте лежать на диване, смотреть телевизор, ТНВ, например. Да, ты так рассказываешь, что мы как раз сидим на диване, смотрим телевизор и, конечно же, наш любимый ТНВ и вам точно будет что из этого всего выбрать разнообразие. Решите спросить? Спрашивайте. А с каких пор НКГБ интересуется вагонами ВАРа? А с тех самых пор, как они стали интересоваться государственными секретами. Вчера в поезде Рига-Москва было совершено нападение на капитана Зимина. Трошин с коллегами расследуют гибель фотографа Лунио. Вскоре выясняется, что он не тот, за кого себя выдавал. В отношениях Нины и Константина опять появляется трещина. Вскоре на него обращает внимание всесильная Маргарита. Мария Нароще. Смотрите сегодня в 12.00. Ансамбль «Рябинушка» объединяет несколько поколений женщин, которые знают свою историю и любят старинные песни. «Каравай» сегодня в 13.00 на ТНВ. Уникальная рукопись, написанная в 18 веке. Путешествие к святым местам удивительное и рискованное. И рассказ об этом правдивый и поражающий воображение. Фолиан в столетнем переплете сегодня в 14.45. И снова здравствуйте. Настало время узнать о погоде. Да, о погоде нам расскажет наш коллега Данил Йорк Кинжаев. Данил Йорк, привет, слышишь нас. Давай про погоду и еще про какие-нибудь приметы. Данил Йорк, ты здесь. Данил Йорк. Привет, привет, Влад, Светлана, Ахмед. Ну, это просто в рифму было. Вы, кстати, знали, вы, кстати, знаете перевод этой песни? Я переведу сейчас. Какое прекрасное утро и прекрасная погода. Я о погоде расскажу вам. Я кинжаев Данил Йорк. Честно, честно, так и переводится. Ладно, конечно же, это была шутка. Всем, ребят, еще раз доброе утро. Сегодня 15 февраля. Я продолжаю рассказывать о погоде в Казани. Итак, сегодня температура воздуха в Казани составит минус 13, минус 17 градусов. Будет переменная облачность, но в основном солнечно. Солнце будет практически целый день нас радовать. Атмосферное давление сегодня составит 775 миллиметров ртутного столба. А по народному календарю сегодня считалось старину, что какая погода 15 февраля, такая будет и весна. Если же сегодня 15 февраля холодно, то это значит, что весна будет холодная. Если же сегодня тепло, оттепель, то это значит, что весна будет ранняя и теплая. А если же сегодня метут метели, идут снега, то это значит, что весна будет затяжная и очень дождливая. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких и слушайте прекрасный музей. Спасибо, Данилер. В следующий раз ждем от него танцев. Да, не забывай, что тебе еще на работу надо сегодня. И прежде чем петь, нужно убедиться, что мы на связи с тобой. Сейчас реклама небольшая, после этого будет много всего интересного. Оставайтесь на ТНВ. Снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. У нас впереди гости. Будем говорить про музыку. Будет интересно, захватывающе. Но сейчас будет тоже интересно. Что нас ожидает? Счастливые люди нас ожидают. Давайте посмотрим. В жизни Фуата Мансурова Москва и Казань были неразрывны. Люди, которые были близки маэстро, запечатлены им самим в художественных набросках. Их можно было увидеть на выставке, которая расположилась в фойе старейшего зала России. Любить, не ожидая ничего взамен. И тем не менее, все же оставаться рядом. Это больше, чем любовь. Познакомились мы, где-то мне было. Я закончила консерваторию. Буквально вот на площади в театре. Я прохожу, и вот так вот один раз столкнулись, другой раз столкнулись. Очень как-то так разговор. И в общем, три-четыре года мы общались буквально. Вот, знаете, вот он приезжает, в Казань. Я не знаю. Я работала в опером театре, здесь он был. И вдруг у меня начинает какая-то вот такая вот, ну, просто ненормальная тряска. И я точно знаю, сейчас из-за угла пойдет, и он пойдет. Ну, что это, как сказать, это мистика. Так прошло, значит, несколько лет. Потом, когда я стала приезжать в Москву, мы тоже общались, встречались так. Большой театр водил. То есть, благодаря ему, например, видел Рикардо Мутиш живьем, понимаете, открыл он для меня мир вот этого большого искусства. Они оба страстно любили музыку, а познакомились задолго до реальной встречи. Я думала, что в моей коллекции не хватает царской невесты. Открываю, смотрю, дирижер, Фуат Мансуров. Мне было 15 лет. И в этот момент, я вдруг, как будто у меня случилось затмение. Просто я, ощущение какое-то было, что что-то я об этом знаю имени. Я никогда его не видела, никогда. Может быть, где-то я-то что-то как-то было, но у меня было ощущение. Я поняла, что это роковое ощущение. Когда уже у нас был раз дочь, я уже точно знала. Вот самое главное он мне подарил. То есть, поэтому радость, счастье, мастеринство, ребенок тоже талантливый. Разбирался, в общем-то, во всем. И даже в таких праздных он мог, ему было бы там почти 70-80 лет, что-то ключа нет, он мог бы забраться на второй этаж, через форточку лезть, там все такое. Ну, не через форточку, но через балкон точно. Потому что все-таки закалка, он почти до 40, с лишним, даже 50 лет занимался альпинизмом, причем очень таким суровым. Не просто ходил, а по-настоящему это все, была выпорка такая, серьезная, хорошая. Сидел очень за своим здоровьем. Фуат Мансуров великий талант, выдающийся человек, посвятивший всю свою жизнь служению высокому искусству. Он пропагандировал лучшие образцы классической и народной музыки на родине и далеко за ее пределами. Огромный вклад он внес в развитие Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, который сердечно называл Моя судьба, Моя жизненная перспектива. И еще раз здравствуйте, еще раз доброе утро. У нас в студии не менее творческие, ну и, наверное, счастливые люди. Итак, это Саяко Накая, пианистка, Асия Садыкова, директор автономной некоммерческой организации Татарско-японский культурно-информационный центр «Сакура» и Даниэр Соколов, директор фонда развития исполнительского искусства «Сфордзанда». Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, Саяко, первый вопрос к вам. Саяко Сан, как нам сказали, нужно обращаться. Вы впервые в Казани? Да, впервые. Ну и, как всегда, у нас традиционный вопрос. не можем обойтись без этого. Как вам наш город? Очень красиво, мне очень нравится. Нам приятно это слышать. Что будете исполнять в БКЗ? Какая программа музыкальная? Второй концерт, Рахмай-2. То есть у вас одно произведение будет, с одним произведением вы будете? Да, одно произведение. Да, вот, и еще говорят, вы слышали музыку, написанную нашим, нашим национальным, скажем так, композитором, Эльмиром Незамовым. Вот, когда услышали это исполнение, и вообще, какое впечатление на вас произвело его творчество? Мне показалось, немножко похоже на японскую музыку. Там пентатоника, и он присылал мне несколько произведений для хорта пиана. Мне очень понравилась пьеса, называется «Бабочка». Вы ее исполняете где-то в своей программе музыкальной? Может быть, завтра я буду играть после Рахмай-2. Я надеюсь, что, да, вас на бис, когда будут вызывать, чтобы исполнить это произведение. Так, Свет, в двух словах пентатоника, это что? Ладно, потом. За кадром я тебе расскажу. Да, да, да. Нет. Ну, раз у нас такая японская тема, чем вам нравится японская музыка? Вдохновляет она вас? Вообще японская культура в целом? Ну, конечно, это самая, для меня это вообще загадочная страна, очень интересная, с глубокой и давней культурой. И так как у нас наша культура не менее древняя, давняя и очень с глубокими корнями, мы решили это объединить все в такой замечательный, интересный концерт. Вот вы сказали одно произведение, действительно, это грандиозное произведение, второй концерт Рахмани, это огромный пласт музыки, и что нам очень ценно, это то, что наш молодежный оркестр будет ее исполнять впервые. мы взялись за такое масштабное и серьезное произведение совместно с молодежным симфоническим оркестром наш оркестр Сфорцанда. На сцене будет 65 человек музыкантов, то есть если наш базовый малый симфонический оркестр, в нем всего 30 человек, сейчас мы сделали это более масштабно, это будет уже почти в два раза больше людей, и вот буквально вчера мы ездили в Зеленодольск, собрали полный зал вместе с Аякой, сыграли замечательный концерт. То есть вы уже в Зеленодольске были уже, порадовали? Да, мы показали немножко простор. Это тест-драйв такой был, творческий, да? Тест-драйв прошел на ура, публика была в восторге, но не только от Рахмани, но я хочу сказать, что именно второе отделение музыканское из японских мультиков аниме. Да, 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 Даниэр, это очень интересный вопрос, потому что для обывателя Япония ассоциируется, ну, наверное, прежде всего с аниме, да? Из каких аниме была музыка, действительно ли это так? Дело в том, что мы собрали музыку из... Дело в том, что аниме вообще в Японии, оно подразделяется на разные категории. Есть взрослые, есть детские, есть какие-то ультрасовременные. И мы постарались собрать музыку разной аудитории, и взрослой, и детской. И поэтому получилось настолько живо и как-то воздушно все, вот это на большом экране у нас с видео это все идет, с визуализацией, то есть это можно пришел и посмотрел, и познакомился, собственно говоря, со всем пластом этой интересной истории. А музыка потрясающая, я вам говорю, всем советую завтра прийти, потому что после исконной русской музыки Рахманинова, я надеюсь, еще прозвучит наша национальная музыка в исполнении Саяки, и потом абсолютно воздушное второе отделение смотрится на одном дыхании, вот всем советую прийти. 2018 год. Пока еще немножко билет есть. Еще чуть-чуть? Хорошо, запомнили, запомнили. 2018 год это год культуры Японии в России, ну и наоборот, да, не ошибаюсь? Это перекрестный год. Перекрестный год. Какие мероприятия у нас уже прошли, проходят и пройдут? Ну, фактически мы начали подготовку с конца прошлого года, у нас прошел очень интересный фестиваль японского кино, кстати, там договорилась значит, японская сторона с татарстанской стороной, конкретно с ТНВ, о том, что на ТНВ будут показывать японские фильмы. И даже, может быть, их переведут на татарский язык. По крайней мере, об этом идет речь. Второй момент очень важный. Наш центр называется «Татарско-японский», поэтому мы делаем программы как бы двусторонней. Вот этот пример, фактически я познакомилась с Аяко с Данияром, значит, и с Эльмиром Низамовым, и вот пошло сотрудничество. И очень важно, что японская молодежь откликается. Вот здесь тоже еще один пример, значит, если операторы смогут показать вот эту книжку. Эту книжку издал в Японии как раз в конце прошлого года Юта Хащияма. Он к вам приходил на программу. Да, было дело. Про выставку кукол, по-моему, нет, нет, нет. Он учил татарский язык в Казанском университете. И вот издал книжечку, значит, вот вы можете показать операторам, значит, о татарстане. А можно посмотреть, да, мне любопытно, что здесь. Конечно. Потому что очень яркая такая красочная обложка. О татарстане и о татарах. И самое главное, что когда вот поднялся языковой вопрос здесь, в Японии именно в этот момент стали преподавать татарский язык. То есть татарский язык очень востребован. Вот, кстати, к вопросу языка. Свет, можно показать обложку, да? Да, да, да. Меня заинтересовал вопрос. Ну, вот этот шрифт японские иероглифы нам понятны, да? А что это за шрифт? Сейчас нам Саята скажут. Такой золотой. Это, да. Ну, на японский это... Не очень похож. Абсолютно, да. Не очень похож. Что это за шрифт? У японцев три азбуки. Это тоже на японском? Да, конечно. Ничего себе, неожиданно. Три азбуки. О чем эта книга? Ну, вообще о татарстане, о кухне, о людях. Вот здесь даже и фотографии Рустама Нургалеча есть. Вот здесь вот. Да. А, в хоккейной форме. Да. Кстати, сейчас у нас изучают русский язык и татарский язык целая группа японских, японской молодежи. И они, я надеюсь, на фестивале аниме, вы спрашивали о том, какие будут мероприятия. Вот ближайшее в конце марта, значит, будет аниме-фестиваль Феникс. Это очень известный такой фестиваль. Он уже проводится, он международный. Проводится уже в 12-й раз. И нас поддерживает постоянно посольство Японии. И в этом году у нас будет группа японских барабанщиков. Кстати, они будут давать не только концерт и выступать на аниме-фестивале, но они еще дадут мастер-класс. Потому что, как вот оказалось, когда мы разговаривали с музыкантами, вот в частности, Даниэль подсказал, о том, что барабанная культура у нас не очень так развита, это очень востребовано. А в Японии развито? Да, конечно. Гораздо лучше. О, это будет очень интересно. И вообще, да, весь год, весь год мы надеемся, что 2018 пройдет успешно, перекрестный, русско-японский. Мы обменяемся культурой и станем чуть-чуть богаче всех. Ну, и не только год. Не только год. Да, да, будем надеяться, что наши отношения благодаря этому сотрудничеству будут только взглядаться. Спасибо большое. Желаем вам удачи в начинаниях. Ну и хорошего концерта, конечно же. Спасибо. Спасибо. что все пройдет на 100%. Согласен, абсолютно согласен. Что еще интересного произойдет в Казани сегодня, нам расскажет Камила Хакимулина. Внимание. Всем привет. Сегодня 15 февраля и с вами Камила Хакимулина. Сегодня буду рассказывать вам об очередных интересных и ярких событиях. Делайте звук погромче и внимание к сюжетам. Скрипач на крыше. Это совсем непростой для артистов драматического театра спектакль. Ведь необходимо совместить трагизм, эмоциональную глубину с необходимой долей юмора и с той печалью, которая отличает все без исключения произведения Шалом Алейхема. Шамал Амадек. Погрузиться в мир юмора и сатиры, забыть о бытовых делах, отдохнуть в компании любимых артистов, а также весело и непринужденно провести время, вас приглашает Татарский лимуристический театр. Приходите дружной компанией и наслаждайтесь качественным юмором, веселыми шутками и, конечно, профессиональной игрой талантливейших артистов республики. Советую вам посетить эти спектакли. Они, я уверена, вас точно порадуют. Но это еще не все. Казанская государственная консерватория представляет концерт Марины Вяйзя. Органные портреты Бах и Франк. Марина – главный органист Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии. Не пропустите это событие и погрузитесь в чудесное звучание органной музыки. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока! Ну, да, мы продолжаем нашу программу. Да, и у нас продолжение астропрогноза. Утром у многих весов будет романтичное настроение, они будут искренне довольны собой и жизнью. Это период творчества, любви, беспечности. Но вот вторая половина суток заставит задуматься о деньгах. Скорпион, после полудня приготовьтесь к диалогу. Если вы этого не сделаете, то рискуете закрыть себе дорогу к хорошим возможностям. Важный день. Стрелец, у вас все хорошо, так говорят звезды. Вы бодрее, готовы к новым свершениям, главное, не сворачивайте на пути к целям. Козирог, начало дня не лучший момент для разбора полетов с кем-либо. Дождитесь вечера, именно он поможет вам направить силы в нужное русло. Водолей, сегодня никто не подвергает сомнению ваше очарование, но сегодня оно уже не является универсальным оружием. Воздействовать на окружающих своим обаянием до самой ночи вам не удастся. Во второй половине дня уделите время быту, финансовым делам и семейным отношениям. Рыбам не стоит отчаиваться, если утром дела не ладятся. Стоит дождаться вечера, и многочисленные ваши таланты вновь окажутся востребованы. Ну что ж, я так поняла по гороскопу, что все важные дела нужно отложить на вторую половину дня. Ну, не знаю, каждый для себя уяснил. Что вас ожидает интересного в нашей программе завтра? Сейчас расскажем. Японские куклы неповторимые и прекрасные. Можно ли научиться их делать? Форма Лейла докажет, вода лучший тренажер. Приятного аппетита! Несложный рецепт в вашу копилку. Ну вот самое любопытное, что это за фитнес такой в бассейне? А вот завтра увидим. Завтра увидим. Лейла нас заинтриговала. Это и многое другое. Завтра в 8.10 на ТНВ программа Здравствуйте. Будем рады вас насытить полезной информацией. Ну а сегодняшнее утро с вами встречали, как обычно, мы, Влад Портнов, Светлана Звонарева. Всего вам хорошего, удачного дня. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова